Дорогие друзья, раньше были передачи И я там говорил, род мой говорил, следующие слова У каждого из нас есть свой путь Говорить о том, что вы находитесь там, где не должны находиться, абсолютно неправильно Потому что каждый находится ровно там, где должен находиться Все всегда происходит вовремя и правильно Это говорили мудрецы всех времен И это действительно так, потому что все происходит по воле Творца Нельзя говорить о том, что всем нужно двигаться в каком-то одном направлении Кому-то нужно принять бой Кому-то нужно переместиться из точки А в точку Б А кому-то в точку С А кому-то вообще никуда перемещаться не надо Кому-то нужно откопать дедушкин Максим Который был закопан дедушкой когда-то, да, с пулеметными лентами А кому-то еще что-то нужно сделать А кому-то нужно пройти свой урок Собственно, страдать и умереть Поэтому мы находимся ровно там, где должны находиться И быть недовольным тем, что происходит с нами Это проявлять признаки идиотизма Все происходит вовремя и правильно Поэтому если вам суждено сменить локацию Или вам суждено участвовать в каком-нибудь сражении Это произойдет неизбежно Другой вопрос, как мы это делаем С чем мы это делаем Как мы к этому относимся Некоторые вот писали много Владимир там по поводу ада Друзья, да нет никакого ада после жизни Есть ад здесь и сейчас Есть состояние здесь и сейчас Состояние восприятия настоящего момента Видение себя в этом моменте И есть второе состояние Ожидание будущего и ностальгия по прошлому Ожидание будущего и ностальгия по прошлому Это очевидно и есть ад Потому что сейчас все ждут плохого Хорошего никто не ждет Даже если вы ждете хороший И вы видите плохое сейчас Вы недостаточно довольны тем, что имеете Вы не цените то, что имеете А тот, кто не ценит то, что имеет Уже в аду находится Потому что если вы не цените то, что имеете, как же вам давать большего Вот, к примеру, вы купили ребенку игрушки какие-то Он в них поигрался и бросил в уголок и ждет новых игрушек Или даже почти не поигрался, просто бросил в уголок и говорит, хочу еще другие игрушки Вы еще в эти, но не научились играть игрушки, вы уже такие другие игрушки хотите Так же и со взрослыми детями, мы все дети здесь, дети Бога пришли Поэтому нужно сначала научиться ценить то, что имеешь Вот тогда, не надо даже просить, тогда дадут все, что нужно Все, что у нас есть, это не то, что вы заработали там с мокрой жопой От работы кони дохнут И мироздание выделяет каждому индивидууму все необходимое не потому, что кто-то работает Вы работаете, потому что не умнеете Не разумеете Вот так правильно сказано Умнеете не подходит Физический труд нужен тем, кто не разумеет А тем, кто разумеет, физический труд не нужен, страдания не нужны Вот и все Поэтому не быстрому достается бег, и не умному достается богатство Экклезиасты-то, почитайте Экклезиасты уже на 12 страницах все изложено Нужно просто понять Если с одного раза не понимаете, почитайте Каждый вечер читайте, слушайте Только нужно вслушиваться в каждую фразу, в каждую строчку Необходимо вслушиваться Нужно понимать то, что вы воспринимаете И тогда, рано или поздно, для вас раскроется смысл этих строк И час начнут меняться после этого Но никак не раньше К сведению, Ледовы на 19 тысяч мест Вот, тоже хорошо Они едут на несколько дней Оставляют горы, мусора и уезжают домой Зачем едут-то? Че-то, послушать кого-то? Надо посмотреть ночью, что происходит Это в Татарстане Ну, в основном по ночам все спят Потому что днем мучаются от непосильных трудов Непосильный работ Вечером пивка, подочки для заводочки Пивка для лакировочки В люлечку Писюном тыкнулся И уже не тыкнулся А с утра все опять в беличье колесо И понеслось Активировали ребята Проверяющие вент-каналы В жилых домах Перед первой волной Ковидло было то же самое О, понятно И в метро-то давно же это делали Все сезонные эпидемии Которые случались И в моем детстве Заражение происходило Через систему вентиляции Метрополитета И ночью, и днем сыпят Понятно Но не везде Слава Богу В Алтайском крае Передолетик по черному Да, уже понял У нас в Бресте только ночью Спыляют Но ведь кто как Кто где Владимир, я клюю на все В гармоничном настроении Вижу скатерть Вот это хорошее дело Затемочку сзади Ностальгия Вообще Нет Есть понимание Что это невозможно Да и не нужно Совсем дважды В одну воду Не войдешь Правильно Любые мысли человека Это ады Грегоров С которыми Есть несколько миров Если вы хотите Разобраться в этом Более подробно Мы существуем Одновременно В семи мирах Вот этот мир плотный Где есть аватар Который как биару Управляется Нами же Но из других миров Где тоже есть тела Есть эмоциональное тело Мира тонкого Есть мир мысли Где собственно Все и варится Почитайте Семь великих Таин космоса Есть такое произведение Рериха Константин Николаевич Рерих Владимир Почему массово гибнут Пихты Потому что Они Не выживают В той отраве Которую сыпят сверху И дубы тоже болеют Я ценю то Что имею И хочу Думаю Хорошим Правим Какие трудности В жизни У хозяев Фермы Я не могу вам Ответить на этот вопрос Скорее всего Они спокойно Относятся К трудностям Они Скорее всего Разумные Расы Они не разделяют Что-то На трудности И нетрудности Для них Есть задачи Задачи С разной Сложностей Выполнения В Новосибирске И в области Небо Все в полосочку Они еще теперь В клеточку Стали небо делать Всеваются Над народом Стек у них Такой Типа в тюрьме Вы сидите Вот вам Клеточка Над вашими головами Вот там Вот окошечко Живем Шикарное время Когда ты участник Реальной игры Выжить Однозначно Но и не только сейчас До нас Тоже Выживали Только другими способами Они не везде Полосян По России Ну тоже не везде В России Тут же есть где-то Где не полосян Вот было бы интересно Где не полосян Владимир Зачем в таком количестве Завезли мигрантов В России А ровно за тем же Для того чтобы Куда завезли Собственно и в Европу Мигрантов Только немножко других Для того чтобы создать напряженность Внутри И придут те Кто все это создал Сказать Вот мы спасители Мы пришли сейчас Все урегулировать Но вы должны Все быть под контролем Это же элементарно Ватсон Дорогие друзья Подписали это Еще до своего рождения Здравия всем Владимир Как вы относитесь К медитациям Ченнелингам У меня есть По поводу Ченнеллеров У меня есть Отдельное Видео По этих Мракомесах Посмотрите На канале Вы найдете Я никак К ним не отношусь У меня мнение По этим Голубим Откуда Вечается И патриот В зеркало Подойдите Там Патриотов Вы найдете Вот Что кусается Вот этого Горящей головы То она Ни разу Не патриотична Я бы сказал Что Антипатриотична Вы наверное Случайно сюда зашли Не летают На севере Россия Архангельс Севередвенск Здравствуйте Владимир Зачем Этот Возвращенный Опыт Который Получает Здесь Душа Опыт Получает Не душа А индивидуальность Душа Это Свойство То есть Это не Объект Поэтому Душа Не может Не страдать Не плакать Это просто Выражение Такое Навязали Людям Есть Индивидуальность Индивидуальность Которая Интегрирована В этот Биологический Аппарат И Ее называют Как бы Душой Индивидуальность Да Это Объект Энергетический То есть Это Программа Человека Об этом Тоже Передачи Были Можете Посмотреть Мы Сюда Приходим Поразвлечься Зачем Вы Идете Кататься На Американской Горьке Чего вам Дом Сидится Зачем Вам Нужно Вверх Вниз Эмоции Все Вот эти Получают Вот За этим Мы Приходим Владимир Добрый день Что думаете По поводу Причина Массового Бесплодия В чем Причина Причин Несколько Во первых Шмурлят Во вторых Безусловно То Что Сыпется Небес И то Что Добавляют В продукты Питания Под видом Биологически Активных Добавок Безвредных Ешечек Или Айнессочек Как их называют Которые Собственно И приводят К хроническим Заболеваниям То есть Нужно Всех Держать В состоянии Постоянной Болезненности Продать Душу Нельзя Нельзя Никак Как Вы можете Продать То Что не существует На физическом Плане Вы же Красное Продать Не можете Или Синее Вы тоже Продать Ну никак Не сможете Это не Объект Это Определение А Духотворенность Это Определение То есть У человека Когда говорят У человека Есть душа Это Говорит О том Что он Одухотворен То есть Он Умом Понимает Свою Нематериальную Природу Вот что Такое Одухотворенность Или Что у человека Есть душа Но есть душа Выражение Неправильное А Духотворенность Это Правильная Врача А что Касается Самой Индивидуальности То это Индивидуальная Программа Человека ПЧ Программа Человека Ее Ее Можно Перенести Из Одного Объекта Владимир Как думаете Могут ли Насильно Ставить Жижу В будущем Могут Могут Создавать Такие Условия Когда Одни Идиоты Будут Насильно Ловить Других И Ставить Жижу Но они Будут Брать на себя За эту Ответственность А те Кто это Делает Они Не будут Этого Делать Потому Что Последствия После Растождествления Индивидуальности С этим Телесно Умственным Аппаратом Для тех Кто Насилует Других Сознательно Очень печальные И те Кто стоят У руля На самом Мир Это Не идиоты Это Знающие Психопаты Они Прекрасно Знают Чем Это Для них Закончится Поэтому Они Этого Делать Не будут А вот Создать Условия Когда Одни Идиоты Бегают Сейчас Как Создано В некоторых Странах То есть Военкоматов Нету Коммерческие Организации А кошмарят Основываясь На каких То Совершенно Никому Непонятных Нормах И правилах Кошмарят Жить И здесь Точно Так же Мы с вами Женщины Нужны В Омске Тоже Было В клеточку Не только В Омске Как услышать Связаться С душой С душой Невозможно Никак Связаться С индивидуальностью Можно Установить Связь А с Удохотворенностью Вы же не можете Связаться С красным Или синим Как Не получится Владимир Почему Не сработала Жижа В виде Первого Образца Во первых Там было Достаточно Большое Количество Плацебо Для того Чтобы создать Положительный Информационный Фон Вокруг Всего Происходящего Во вторых Есть еще один Нюанс Дистанционное Управление Для тех Кто получил Это защитное Мероприятие Может быть Использовано Не только Для ухудшения Физиологического Состояния А также И для Улучшения Физиологического Состояния Тоже Правда Не все Потому что Есть То что Состоит Из одной Бутылочки А есть То что Состоит Из Двух И это Разные В В Рабство Можно Брать Животных Что Вам мешает Взять Их Как Друга Почему Обязательно Должны Относиться К А в Рабство Можно Брать В Растение А что Мешает Растение Взять В Друзья Ну что Мешает Понятно Почему Обязательно Нужно Кого-то Порощать Вы Можете У Растения У Животного Поговорить С ним Перед тем Как Использовать В пищу В Этой Вселенной Все Пожирает Что-то Другое Вопрос В том Как Мы К Этому Относимся Потому Что И Сами Также Будем Съедены Теми же Минералами То есть Мы Когда Заканчиваем Своё Физиологическое Стояние Все Из праха Пришло Все В праха Возвращается Опять Возвращается 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 Знаете Когда Вам Что-то Говорят Нет Причины Слушать Конкретно Что Вам Говорят Есть Причина Понимать Зачем Вам Это Говорят А что Вам Говорят Это Бестолковое Занятие Абсолютно Поэтому Тот Кто Слушает Что Говорят Постоянно Находится В состоянии Размышлений И беспокойства А вот Тот Кто Понимает Зачем Говорят Какие Действия От вас Ожидают В связи С этими Словами Тогда Вы Вообще По какому Поводу Беспокоиться Больше Не будете Нет смысла Вам Могут Говорить Какие Угодно Слова Которые Среднестатистического Просто Людина Обижать Будут Вас Могут Называть Как-то Оскорблять Еще Что-то Да что угодно Просто Если вы понимаете Смысл Происходящего У вас Это Кроме Улыбки Ничего Не вызовет Ну еще Может Вызвать Понимание Да Того Что перед вами Стоит Идиот А это же Действительно Идиот Тот Кто Оскорбляет Другого Это Идиот Просто Этого Не понимает И остальным Идиотам Этого Не видно Разумному Абсолютно Точно Видно Что человек Идиот Вот и все Раб Ищет Вот вы написали правильно Раб Не мечтает о свободе Мечта раба Имеет своих рабов Я и добавлю К этому Следующему Что Раб Ищет Хозяина С жопой Почище Вот собственно И все Живу в маленьком домике Возле леса Ко мне пришли Жить Собака Две кошки И леса Сегодня у меня Банька Лиса Пришла Ой как интересно Рыженькая С хвостиком А как они все Между собой Живаются Собака Лиса Ну собака Лиса Ладно Могут между собой Житься Это однопорода Окошки Вот я понимаю Зачем мне говорят Из-за зависти Но я продолжаю делать То что я делаю Я понимаю Зачем они это говорят Хотят чтобы Прекратило И я делаю Хорошие дела Они просто завидуют Вы зачем все это Рассматриваете Что кто-то там Завидует Не завидует Да лампочки Вообще все это делают Зачем на это Тратьте свое Внимание На вот этих вот Идиотов Которые Проявляют Зависть Или еще какие-то Негативные чувства Зачем вам это надо Заняться больше нечем Что ли Скатерть вон Свежий день Очень вас люблю И уважаю Всегда Говорите То о чем я думал Ну Есть такие Которые имеют Мнение Схожее с вашим А есть и такие Которые имеют Мнение К вашему Противоположим И те И те Имеют место Быть И те И те Правы Но исключительно Для себя А когда кипятим Модом Мы убиваем Много Организмов Какие-то Убийцы Настоящие Бактерии Убиваете Плесень Убиваете Грибочки Ой Какой Вы Садист Взяли Всех Убили Печеная вода На самом деле Не полезна Для организма Ее надо кипятить Только тогда Когда вы Знаете О том Что это Плохая вода Все живем Дружно Лиса Иногда Уходит В лес Принесла Мышь Вот Вам Понятно Молодец Что принесла Мышь Значит Считает Вас своим Другом Вы же Ее тоже Кушать Даете Вот Она Вам Принесла Child free А Все Понятно Свободная От детей Система Видит Child free Угрозу Потому что Они не берут Кредиты Ипотеки Нет Дело Денег Вообще Не касается Еще Одна Существенная Ошибка Очень Многих Что Они Базируют Свои Умственные Заключения Размышления Привязываясь К финансовой Системе Финансовая Система Это всего лишь Инструмент Созданный Глобалистами Для управления Рабами И больше Ничего Больше Ничего Поэтому Дело Не в Деньгах Без денег Они не смогли Бы этим Управлять Все системы Поэтому Дело Здесь В Другом Совершенно В Child free Угроза Заключается В том Что им На определенном Этапе Дети Не нужны А на определенном Этапе Нужны Может Начнем Бороться Со злом Бороться Со злом Необходимо Что такое Зло Вообще Для того Чтобы Понять Как Изменить Этот мир В лучшую сторону Необходимо Подойти К зеркалу И взглянуть Внутрь В себя Начинать Надо Изменения Себя Полюбить Себя И Как следствие Вы Сможете Полюбить Окружающий Возьми Когда Количество Любящих Превысит Количество Ненавидящих Вот тогда Начнет что-то Меняться Но никак не Раньше Что с Бастионом Случилось Что за Одиссей Последнее Время С Бастионом Все в порядке Там тоже Публикации Места Были Бастион И Одиссей Это две Платформы Просто на Бастионе Есть Одни Сервисы А на Одиссее Есть другие Сервисы Поэтому Лучше Сего Совмещать Вот эти Две Платформы Что Собственно И активно Сейчас Идет Когда Моем Руки Мылом Я думаю Что мы Смываем Эти Бактерии Конечно В зависимости От того Что в это Мыло Добавили Вы тоже Кого-то Уплеваете Как избавиться От стафилококков Хороший Вопрос Собственно Задали Стафилококковые Инфекции Что иное Как Внутрибойничные Инфекции Пропионов Кислые Бактерии Например Это связано С снижением Функции Иммунной Системы Для того Чтобы Восстановить Функции Иммунной Системы Нужно Во-первых Перестать Потреблять Вредные Вещества То есть Консерванты Которые Запихивают В продукт Питания Перейти Перейти На систему Питания Семь Ангелов Которые Можно Посмотреть На сайте Азербайфармком В верхнем Меню Есть система Питания Она энергетическая Она не Биохимическая И вы сможете Понять Как восстановить Свой организм Даже просто Таким образом Питаться Вы результат Почувствуете Через 2-3 Недели Вы уже Не захотите Возвращаться На обратную Систему питания Потому что Вы поймете Что значит Чувствовать себя Как в детстве Это первый момент Ну и второй момент Конечно же Можно задать Вопрос Юле Я про нее Уже все рассказал Она на связи И вы можете Получить ответ Можно даже Записаться На консультацию Но она вам Подробнее Все об этом Расскажет А кому Потребно Кто-то не найдет Кому не потребно Кто-то воспользуется Другими Какими-то способами Каждому Свою Свою Не каждому Здравие Тело И ясности Ума Аз Есть Мсущие Здесь И сейчас Делаю То Зачем Существую На экране Информация О консультациях И способах Связи Со мной Более Подробная Информация В описании К этому Видео Благодарю За внимание Продолжение следует... Продолжение следует...